В Екатеринбурге посредь бела дня на Академия под стенами высотного дома на Краснолесье 149 приключился неожиданный, совершенно ни разу не анонсируемый батл. Озон vs. Газон. Онлайн против офлайна, то есть интернет-магазин против реально существующего в природе газона. Декорация такая. Микроавтобус Ford Transit, судя по набортной живописи, приписанной к интернет-магазину Озон, подъехал к своему гнезду, то есть к пункту получения заказов, и подъехал почему-то не по твердой поверхности, а по газону. Снег с этой прошлогодней травы уже сошел, но почва еще явно не просохла, и транзит тупо завяз, что по весне на Урале вообще ни разу не сенсация. Самое смешное случилось чуть попозже, когда туда же подъехал точно такой же расписной форт, форт, закатился на тот же самый газон и почему-то подумал, что сможет вытянуть своего коллегу из засады. Но поскольку ТТХ у обоих транзитов были одинаковы, поскольку второй форт тоже, естественно, забуксовал. И вот так они какое-то время на пару барахтались на газоне и сообща взрыхлили его, что, конечно, сильно расстроило аборигенов Академа. Кончилась эта лирическая зарисовка об озонировании газона тем, что форды, конечно же, вытащились и разъехались, но осадочек в виде вопроса остался. Вот нафига пилот транзита вообще заехал на траву? По картинке видно, что газон по периметру утыкан металлическими столбиками специально, чтобы на него не заезжали. И видно, что при такой траектории движения выехать с мокрой земли на асфальт к раздаточному пункту невозможно, мешают столбики. Зато видно, что при определенной сноровке к дверям можно было подъехать по асфальту, если заезжать с парковки. В одном месте разреженность защитных зубов достаточная для проезда. Короче, о чем была эта история? Да о том, что в каменных джунглях Академа необходимо беречь каждый клочок живой земли, не занятый бетоном или асфальтом.